Дети в Херсоне знают, что русские солдаты это плохо. Они их очень сильно ругают. Русские солдаты никого не любят. Девушка уехала со своим ребенком из оккупированного Херсона. В Запорожье она добиралась более двух суток. Молодая мама объясняет, как и на всех оккупированных России территориях. В Херсоне нет никакой перспективы и будущего. Ни из работы, ни из зарплат. Связи нет, интернета нет. Работает у нас несколько магазинов всего. Ну и такие под домами маленькие. Но с экранов российских телевизоров говорят совершенно другое. Большое будущее и Золотые горы. Регион заживет совершенно по-другому. Да и многие россияне уверены, что Херсонская и Запорожская областям будет лучше в составе России. По крайней мере, такие мысли они озвучивают на камеру. Я думаю, там живут русские люди. Нужно помочь людям войти в состав, улучшить обстоятельства сложившиеся. Я считаю, нужно по соображениям разного рода. Это и политические соображения, соображения национальной безопасности, духовного единения с территорией. Ну и само желание народа на территории однозначно. Россия должна быть восстановлена в границах 45-го года согласно всем международным законам. Ну, насчет выгоды. Тут выгода, конечно, обоюдная. И республик, которые хотят войти в состав России, и России, соответственно. Ну, не будем забывать, что все-таки Украина – это большая житница. Лучше принадлежать России, чем непонятно каким супостатам. Но это в телевизоре. А вот свежие соцопросы российского «Левада-центр» говорят о том, что чем дольше длится война, тем меньше россияне хотят присоединять оккупированные территории к себе. За вхождение Херсонщины и Запорожья в состав РФ выступает большинство пенсионеров – 51%. Чем моложе респонденты, тем менее популярна эта идея. Уровень поддержки колеблется от 37% до 46%. В целом за аннексию двух украинских территорий – лишь 45%. Еще 21-23% в разных группах допускают независимость этих регионов. Стоит отметить, что эти весьма нелестные для Кремля данные социологии не стали выдостоянием общественности. Если это не было бы выгодно Кремлю. И тут причины две. Во-первых, на самом деле россияне еще больше, чем в соцопросах, недовольны захватнической политикой власти. А во-вторых, на фоне своего поражения на юге Украины, Путину выгодно выдать отступление своей армии за уже ставший привычным жест доброй воли российского народа. Если такие цифры обнародуются в средствах массовой информации Российской Федерации, ну или по другим каналам информационным попадают в публичную плоскость, то это имеет свои причины. Я думаю, что это одно из оснований информационных для того, чтобы Российская Федерация ушла с этих территорий. Или они готовят информационную основу для того, чтобы оправдать свое будущее отступление. Армия РФ уже давно не имеет успехов на южных фронтах и глубоко окопалась без малейшей надежды на продвижение вперед. С появлением высокоточного оружия у Украины и вывода из строя мостов через Днепр в Кремле поняли, что так называемая вторая армия мира терпит крах. Сейчас единственное, на чем сосредоточены оккупанты, это на том, чтобы оставаться на своих позициях. Но невозможность поставки и невозможность усиления крах боеприпасами дает возможность говорить о том, что оккупанты не смогут наладить либо в каком-то срочном порядке отремонтизировать и сделать безопасными переправы для того, чтобы поставлять технику и боеприпасы, то ситуация, она станет критическая. Планы Кремля непременно рухнут на юге Украины. ВСУ вскоре выдавят оккупантов с Херсонщины и Запорожья. И теперь окружение Путина усиленно изобретает способы, как сохранить в глазах простых россиян хорошую мину при плохой игре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова